мне кажется музей здесь может быть помощником тоже вполне очень даже активны сейчас в визит ревом и сейчас уже давно есть программа которая позволяет также описать предмет и ребенку можно наверное музей может строить какую-то образовательную активную программу как раз совместно с дальней компанией тем самым привлечь детей и научить какие-то минимальные мне кажется что социальные сети и то как мы взрослые вообще дети в этих социальных сетях время это отчасти о том а документирование реальности причем которые делаются не потому что кто-то попросил что-то сделать может быть музеем у нас тем кто занимается до этой темой стоит посмотреть как что они пишут и может быть начать либо собирать какие-то фрагменты этой действительности либо глядя что они делают предлагать какие-то задания аналогично тому что они уже делают то есть не навязывают какую-то привычную нам форму но имея ввиду идея документировать оставаться а документирование через этот язык потому что за эти конкуренты поскольку социальные сети существуют для совместных архив поднять и посмотреть то столько получится информация о нашем мире да можно это анализировать с точки зрения больших данных какие-то огромные паттерны вырисовывать как этим мановик занимается но можно и частные какие-то истории изучать какие-то предметы и может быть если детей приглашать именно на какие-то мероприятия на социальные сети так что это получится ну а нам самим подумать является ли вот это активно ведь раньше писали мемуары мы что-то умел писать чтобы сохранили мы видим это в архивах и изучая это стало источником иногда музеем предметов и кто знает наши страницы социальных сетях кстати еще мысль еще глубже документирование нашей собственной практики пожалуй никогда еще в истории такого количества профессиональных дискуссий зафиксированных мы не знаем да встречи были всегда безусловно да иногда конференции по крайней мере то что я видел 80 80-е годы в англии это прямо конспекты выступлений а иногда есть инограммы опубликованы сейчас записывают видео иногда есть тезис иногда полные тексты но ведь есть огромный массив так называемого неформального обучения я иногда уже дважды это сделал некоторые дискуссии которые меня прям задевают я делаю скриншоток очень примитивный способ не самым архитмологически эффективный но тем не менее так что может быть вот это вот документирование нам уже пора и нас самих тоже как документировать но в этом социальные сети и то что там все пишут это вся какая-то роль который все играет потому что все равно всегда думаешь о том что это будет какие-то прочитаны в отличие там документации в дневнике или где-то еще поэтому насколько это будет как бы объективно при этом вот если мы там понимаем и так далее мы же понимаем смотрят учебный предполагает что вот у вас сфериковая ручка Вы никогда не знаете, что в какой момент уйдет в прошлое и станет Настей. Ну, кстати, и еще одна тема, которую можно обсуждать, это, собственно, как технически сохранить весь этот массив информации. Потому что в Facebook отсутствует функция сохранить все, что я написала. В Twitter так можно. Можно сохранить все Twitter, это будет, по-моему, текстовый файл. В Facebook такого нет. И, может быть, здесь задача каждого из нас, ну, если вы считаете, что там ваши публикации могут в последующем нашим коллегам чем-то быть полезны, ну, почему нет, собственно, то, возможно, стоит как-то их сохранять в себе, скриншот или просто текст сохранять. Осознанно документироваться в появительстве. Да. Я научилась не удержаться, не придерживаться этой точки времени, и я спокойно стала удалять социальные сети свои, и без переживаний по поводу потери газа. Мне кажется, что это тоже надо... Потому что в любом случае, может, совершенно спокойно произойти, и все эти, да, мне не будет потери. Просто что-то, если что-то документируется, то нам нужно еще одно носительное цифровое обозначение. Да, бумажным носителем надо еще правильно хранить. Собственно, почему нет? Ведь согласитесь, то, что мы сейчас... Та история, которую мы в музеях сегодня изучаем, по каким документам мы ее изучаем? Вот в архиве Гимова я пишу диссертацию, да, я буду практически под камерой менять. Куда-сюда, туда-сюда. Это переписка, это какие-то заметки, она совершенно неразборчива. И по ним как-то там, как-то реконструируешь ту действительность, которая... Ту действительность, как ее видел человек, который это все записывал. Если мы хотим, как мне кажется, донести до последующих поколений какие-то, может быть, мысли, идеи в более, может быть, зафиксированной форме, то, собственно, почему бы этим периодически не заниматься? Ведь иной раз какие-то заметки или какие-то дискуссии, мне кажется, стоят того, чтобы они остались в истории хотя бы нашего с вами сообщества. Потому что они отражают время, отражают какие-то тенденции, наши мысли. Мне обязательно, конечно, каждый код пришлось, ведь нет. Но иной раз дискуссии в музейной политике, в маборатории, они стоят того, чтобы, мне кажется, быть сохраненными просто на будущее. Ведь даже если нам сегодня уже так сложно в собственной ленте новостей разобраться, то что бы говорить о наших последователях через два, через три года? К сожалению, опять я много говорю, но мы не так много пишем в профессиональные журналы. Ладно, если бы это было, но у нас основное, по-моему, место хранения нашего профессионального опыта, такого, это Фейсбук. Я могу ошибаться, но по моему ощущению, это так. Это хоть, не знаю, там раз в год выпускать какой-то дайджест. Самые яркие публикации в Фейсбуке за год. Ну, чтобы эти имена звучали и оставили, тексты, которые написаны. Ну, как это, я думаю. Ну, опять же, это структурировать нереально. Потому что, даже если потом будут искать, неизвестно, в какой тематике, что конкретно будут искать. Потому что то, что мы пишем, и то, что мы подразумеваем, то, как это получает респондент, он абсолютно по-другому может это воспринимать. Ну, это какой-то, какой-то хребой вопрос. Как вам кажется, это все совсем бессмысленно? Мы сами разбираемся, будущие пиезиды, студенты, аспиранты. Мы мучились, пусть я не помню. Это не очень, на самом деле, реалистично даже. Потому что, ну, вообще, я смотрела как в клинии видео, даже по звуке делилась, что там главная идея в том, что сейчас нужно сохранять все. Потому что мне понятно, что пригодится, что нет следующего поколения, и нужно придумывать, как вот эти объемы информации каждый год в растущих огромных размерах, все равно это все нужно сохраняешься, а потом уже, там, через сто лет разбираешься, что сказать, что нет. Но все равно, мне кажется, объемы настолько огромные, что все равно найти в этом объеме информацию нужно. очень сложные. Я, например, то, что вот, а, нет, тексты, которые выбралась, не было в этом клубе, я вот о них никогда не выбралась. При этом они, в общем-то, пересекаются тематически с моими диссертациями. То есть, вот этот, как бы, ну, мне кажется, надо просто искать больше таких вот поводов для того, чтобы попадать в информационные потоки. И для меня, например, сейчас уже очень странно найти какую-то книгу, потому что я все читаю с компьютера или с сотового. Да, и там, тут книги, которые все хранятся, там, в том числе, по-моему, изверения, все они маниканированы у меня, как на компьютере, то я, да, очень скоро выйду. Ну, то есть, здесь то, что... А когда вы можете диссертацию писать? Ой, я здесь и так начинаю писать. А, ну, так что... У меня надо второй год. У меня дошло, что надо ходить в библиотеку. Нет, ну, я понимаю, у меня, в общем-то, наверное, все сканируем, что мне нужно, а остальное, ну, у меня просто обо всем надо знать, и я статистически не смогу, даже, за 50 лет прочитать все, что мне нужно. Это да. Это да. Как, что делать с этим объемом информации, как, например, все с вами дальше? Или как с ними разведемешься работать? Как, как это, как развиваться? Какие энтузиасты. Ну, собственно, мне это интересно, поэтому я там какие-то кусочки. Панки, конечно, но стараюсь фиксировать. И вот еще такая тема возникла на... Кстати, у нас тут умолит все равно два человека. А, ваша сторона стала, может помахать рукой. Да, ладно. Вот. Она была на конференции, организованной российской... Открытой. Она в четверг была. И акция, которую я модерировала, посвящена была сообществу и формам, в которых сообщество может приливаться, существовать. И мы с вами такая пришла, что активностики у нас очень много. Разные там границы, ассоциации, объединения. Но, пожалуй, то, чего нам не хватает, это какой-то информационный ресурс, на котором было бы карта наших действий и сообщества была бы как-то зафиксирована. Ну, чтобы было понятно, какие есть там ассоциации, какие есть места, где учиться. И чтобы это все было как-то в одном месте. То есть, какой-то систематизации. Да. Всего того объема, который уже накоплен и создается. И вот если бы такая система была создана, то вот эти какие-то произвученные дискуссии... Нет, больших и интересных дискуссий не так уж и много. Я же не говорю о том, что фиксировать там каждый пост в каждой группе. Нет. А только там то, что действительно вызывает какие-то бури эмоций. Мне кажется, это важно. Такую систему их можно было бы сохранять. А уж и рубрикация, ну, от нас зависит. Как бы мы эту систему сделали, ну, такой бы она и была. Вот мы бы такой ее заложили, а дальше уже все подстраиваются. Раз больше никто не придумает такую замечательную идею. Так что, мне кажется, вопрос рубрикации, это уже так. Если мы готовы заняться фиксацией, это один вопрос. Если пока не готовы, значит, мы пока не готовы. Если ресурсы нужно человеческие получать. Вы всегда нужны с этим всеми документами. Их всегда не хватает. Это да. Да, но даже если посмотреть по функциям музея, которые были описаны, вы видели это замечательные рекомендации, которые айтумы нестили с 2015-м году в эту ситуацию. Потому что они там перечислили основные функции. Это вы не видели? Ну, это не видели. Я, наверное, видела так. Так что вы не видели? Рекомендация по поддержанию... Это тоже вы видите. Там связано с образовательными. Интермузей на них еще вот, например, ссылался. То есть там основные, опять же, фонды, науки, образование и коммуникации. Образование и коммуникации в посуде. Как это объясняется? И можно ли вы сможете ссылку или документы как вырекровать на эту группу? Давай только это сделаю дома. Да, конечно. В принципе, чтобы мы тоже почитали. Да. Мы же правда не видели. Я читаю все. Я читаю все, потому что там много. Особенно, мне кажется, там чего нового нет. Там нет ничего нового, но это на законодательном уровне. Это не так плохо, что это наконец-то прописано. Ну, сейчас иконы снова пересматривают определение музея. О, определение музея пересматривают? Я могу изнутри сказать, что это очень странно. Идет то, что если раньше собиралось сообщество экспертов, и они определяли, что такое музей, и потом музей, на какое-то учреждение оно смотрело определение и решало, музей или нет, если там хотя бы нет какого-то там пункта, соответственно, это не музей, а например, гаверей. А сейчас от обратного идут, то есть решили в разных странах посмотреть, что называется музеем, и уже от этого решать, что убирать в определение. И, в общем-то, это будет революционная вещь, особенно для Европы, потому что, в общем-то, сейчас могут вообще написать, что там музеи не помнят, но уже не какая-то функция, про которую как раз вот эти... Кстати, я пообсуждаю. Сейчас я хочу... Музей, пульфак музей, лобки музеи, вот, разговорки. Ну, у нас у дворей музей пива, но фонды регулярно пополняются. Иснощаются. Ну, тогда, конечно, очень, на самом деле, сложно, потому что туда хотят уже гердфольные музеи пиво. И это значит, что уже нельзя это, чтобы был предмет отрезаемый. Ну, почему это может быть и материальным музеем? Ну, если это не будет противоречит, то есть, если и это тоже может быть музеем, собственно, то... У нас же это не появится, потому что все равно, если с виртуальным музеем, все равно должны быть какие-то сотрудники, которые не просто запустили... А музеи бросать не нужно? Нет, просто в том-то и дело, что многие виртуальные музеи кто-то запустил, проплатил несколько лет, например, домен, но там никто чем не занимается, там никакой научной работы оболочкой нет. Но, кстати, в нашем-то случае у нас виртуальный музей определенный Министерством фруктура. Так, если еще вернуться опять к этой замечательной статье по социальному функции, я хочу библиотечный пример как раз о пересмотре определения. Я сегодня увидела перепосту Екатерины Шибаевой, что... Можно я это? Да, как разочитаю. Без шума и споров летом произошло важное событие в культурной жизни Москвы. Библиотеки перестали быть библиотеками. Теперь в Москве библиотек нет. Есть учреждение культуры библиотечного типа с функциями культурно-досугового центра. В Европе это что? Все происходит. Теперь в Москве это официально зафиксировано. То есть может быть у нас тоже учреждение музея. В Европе бьют тревогу из-за того, что пошла такая конференция. И сейчас, в общем-то, если смотреть на новые определения библиотеки, там книги не нужны. Главное, что там есть центр, куда приходят люди. А отцветовка? Ну, отцветовка где-то идет. Просто, чтобы открыть библиотеку, ну, как и зафиксировать ее как библиотеку документально, да, то есть вообще оформить ее, у нее обязательно даже обладать книжным собранием. В Германии это уже серьезная проблема. А, это как придумано. Да, официально открытие ее, в такой книге даже не упоминается. Давайте записывать. У нас маркеры цветные. А вот, мне кажется, что две тенденции мы уже с вами наметили. Ну, одну я наметила, как мне показалось, одну вот сейчас. Она сформулировалась. Это, ну, что может ждать, что ждать нас в будущем может. Что-то про профессиональное сообщество или его какая-то, не знаю, организация или документирование жизни сообщества и изменение, может быть, статуса и определение в институции. Давайте какую-то запишем. Ну, вот, я, например, работала в библиотеке, ну, достаточно давно, я, то есть уже не работала. И все годы, пока я там работала, там тоже регулярно поднимались вопросы о переопределении функций и о том, что читатели у нас не читатели, а пользуются. Почему? Потому что книгами он не пользуется, а мы ему мероприятия. И мы все равно, чтобы его посчитать. Борьба за человеческие кадры или ресурсы. Ну, и, в общем-то, определение музея на посетители тоже расширяется. Слово «посетители» уходит к аудитории, таким широким понятиям. То есть, человек пользуется теме. Ну, да, человек, который зашел на сайт музея, он уже тоже, как бы, для ровитории, даже если он не зашел в стены музея. А не идет ли это все из-за привлечения внешних и внешних ресурсов? Поэтому все это распространяется. И основные задачи, в принципе, меняются. Из библиотеки, из библиотеки, из библиотеки. Многие тенденции о миссии, мониолог, где, там, Томисов Шоу, он уже написал, в прошлом году, статью, где просто последил, что сначала все зарождается в США, потом приходит в Западную Европу, потом в Восточную Европу, и дальше. Не везде-то ходит, в Азии, да, но, в общем, после того, что все равно надо отслеживать то, что происходит в США и в Западной Европе, к нам все равно все придет. Да, но оно приходит в сухожелом времени. Да? Да, но мы можем быть готовы. Никогда не особо быть готовы. Так, что перепела? Вернувшись к этому. А, не, что-то. Стой, стой, стой. Я там что-то вопрос. Да, опять же, по определению музея, сейчас я постараюсь формулировать, что хотела сказать. А, там была замечательная фраза, как раз, Шоуина Гаминовского. То, что у нас местный музей не является ни интернетом, ни объектом музеологии. А как его там для рассматривать, музеология? То есть, в принципе, музей должен с ней быть связан. Да, просто, когда пытались определить вот эти годы, чем занимается музеология, на самом деле, страна на какой-то это музейная деятельность, в Кельце где-то в те годы кто писал. И я сейчас... Ну, первая тема, нацеплация была, как раз, по музеологии как науку. И там оказалась одна из проблем, что во всем мире музеологи не могут договориться, что жизнь изучают. Но все точно знают, что они музеи. И, в общем, одна из самых распространенных точек зрения сейчас, что это на самом деле отношение человека к предметному миру, который выражается, в том числе, в музее. Музеологи пытаются критически посмотрев информационные отношения между человеком, и даже за этим посетителем и пространством экспозиционным. Если музей, так и здесь не объект, кровный объект, тогда получается он местом, на большом счете. То есть он рассматривается именно как вакуум, который... Музея, неудеется, но что-то зачем от музеологии сегодня. Музеология, в общем-то, все наследия. И здесь, тот же Танис Лавшола говорил уже давно, что надо уходить от музеологии к наследию видения, к херитологии. То есть, что, в общем-то... Вот этот вопрос как раз на этой конференции, когда на четверг она была, он поднимался практически на каждой секции. Никто не мог даже сформулировать. Он не очень сами занимается. Но все видят, что идет тенденция, которую не могут еще характеризовать. Потому что уже как раз и в конце 80-х очень активно написали, что прогнозировали, что музей скоро вообще перестанет существовать в принципе. И в рубежон тоже, коллеги мои, особенно в начале... Вы как хранили? Нет, в начале нулевых годов есть очень большие качества статьи, где говорилось о том, что в 25-м, 30-м году как музеев уже никаких не будет. Должно будет что-то новое, именно как культурный центр, который будет объединять возразленное общество в основном. изменения сейчас идут серьезно. Если смотреть про музей, готовлюсь вам рассказать о том, что происходило на икомуфской конференции в этом году в Нилане, там очень такая вот идея основная про музей, который проводился, это то, что музей должен становиться более активно, музей как активист. То есть он не просто что-то как хранит, он не как-то так пассивно выразовывает тех людей, которые дошли до его экспозиции. Смотри, музей должен занимать такую серьезную гражданскую позицию, что он начинает выходить за свои стены, выходить в этот культурный ландшафт и начинать ему менять политически, культурно. и терять свой статус материал. Мне как раз это стало тем, то, что мне понравилось, когда я про досуг говорю, потому что как только мы начинаем говорить о досуге, все равно предполагает какое-то более расслабленное проведение времени, чем то, что происходило в музее в принципе всегда, посещение музея это в общем-то не просто прийти расслабиться, провести время, это в общем-то довольно серьезная интеллектуальная работа. Для музея это из-за того, что подстраиваются под досуг массовые посетители, которые в большей части не готовы воспринимать очень сложные идеи, и он должен упрощать все свои экспозиционные нарративы, гораздо проще давать эти китажи, и темы попроще выбирать экспозиции. выставки тоже я была например в крупном музее и я обратила внимание, что больше всего посетить идет на временную выставку посвященную Барби и практически никто дальше не идет смотреть постоянную экспозицию музея, то есть они пришли на эту выставку, смотрели ее, она такая развлекательная, простая, понятная и все дальше уходят. удача посетить по музею пространства понятно, она не очень интересна заниматься посетителем, но это серьезная проблема сегодня опоздала, занималась студентами на пистолетуру, второй курс, который делает политех и высшая школа экономики, в курсе музея в цифровую эпоху вторая была лекция и я попросила сегодня студентов нарисовать музей, план музея. Мы выбрали краеведческий музей и вначале прописали какие принципы помещения могут быть в музее и потом я говорю ну пробуйте сделать это так, чтобы все было логично, понятно и удобно. Ну играли, играли с этим, играли, играли, в общем, какой-то музей у нас получился. Но что интересно, приоритет тех помещений, которые они считают необходимыми музеем, свелся к тому, что фонды появились ближе к концу. Из группы только один человек сказал, что инспозиция, фонды, а все остальные кафе, сувениры, входная зона, рекреации, там звучит chill out, lounge, не знаю, конечно, шутили так со мной, но тем не менее их приоритеты были очень понятны, что вначале это обеспечение комфорта и досуга, ну а потом вот фонды. Притом, что у них это второй год обучения, это люди, у которых музеевическое образование не первое, но они наблюдают современные тенденции, они довольно активны, в принципе, как молодежь, ходят, видят, смотрят, ездят и так далее. и для них одной нормой являются вот такие приоритеты. Вот так. Может быть, они это рассматривают с точки зрения привлечения посетителя? То есть, не с точки зрения как администратору, ну, периодика, которые создают мере, как они выполнены, процесс, как привлечь? Ну, привлечь сегодня, возможно, в мосередине. Еще есть большая проблема, которая когда вступала в Мелании, расскажу, когда в Гимге будем собираться. Сейчас идет очень серьезная подмена того, что такое музей. То есть, если вы берете будущие книги просто по сцене, или название будет слово музей, внутри книги практически не будет слов фонд, научная работа, там все будет только экспозиционное пространство, то есть, в общем-то, создается такое впечатление, в том числе через серьезную литературу, что кроме этой социальной части музея, а другой части нет других функций, как будто в музее уже тоже не существует. Это серьезная проблема для музея сегодня, потому что одна из серьезных проблем сегодня, то, что мне наши студенты рассказывали, которые многие не выдерживают нагрузку в музей, они говорят, что они пришли из-за научной работы, и они хотят работать именно в фондах записывать, изучать, они специально сюда пришли, но если музей переориентирован очень активно на создание выставок, каждый кончик музей пройдет все больше и больше выставок делать, а тут музей 3х70 выставок в год уже делали, получается, что эти человеческие ресурсы начинают активизироваться слишком сильно, и людям приходится, вместо того, что заниматься наукой, ради которой они пришли в музей, им приходится постоянно в музей, но при этом научная часть не пропадает, они должны дочитываться, люди очень помогут. Для того, чтобы сделать выставку, нужно заниматься наукой, нужно следовать. Понятно, просто есть люди, которые выставками могут заниматься параллельно, в смысле сделать как провалек, просто особо не думать. Есть люди, которые, например, пришли не создавать выставку, но их все время отвлекают от другой работы, и они могут быть просто для обсуждения созданного запуска, как можно будет скорая, серьезно существует проблема, потому что это все отнимает время других работ, которые тоже идут. Я так чувствую, что я свой проект никогда не нарисую. Как правило, про это было. Без обладения приемами и медленно-музейного источника видений, исследования и коллекции музейных предметов, уже и наившиеся миллионы единиц хранения так и останутся этими безликими единицами, не способными обогатить ни новейшие труды и новости профильных наук, ни музейных экспониций. Мне кажется, то, чего не хватает, может быть даже в образовательных программах, хотя ведь реальность такова, что действительно приходят делать кучу мероприятий, вместо того, чтобы там заниматься наукой, что и в самом Кузе, не везде, наверное, там, где я имела возможность быть, источником видения, как изучением музейных коллекций, но оно начало сокращаться, потом вообще входило. И в то же время, наверное, искусствоведы, историки, археологи, то есть специалисты профильных дисциплин, может быть, им нужно чуть больше музейного, а нам чуть больше научного, потому что какой-то дисбаланс получил. Я хочу тебя расстроить. У меня тоже не было источников видений. Я культуролог, но мне, по идее, это надо, но я всегда получала сама. То есть получала фраза, что музеи должны их организовать, но мы должны быть. Да, то есть очень много чего было. Да, и это значит, ну, это требование нашего, того, кто платит, тот, кто не оберегает. Может быть, тогда надо, ну, раз в нашей действительности, ходить вот как-то куда-то с дискуссией, с разнообразной. Поятно, что это займет очень много времени. Для этого нужна ассоциация, которая будет представлять наши интересы. Она есть, только она заработает. Но это... Много другого. Это Союз музеев России? Но она... Это ее масштаб во всем мире. Для этого ассоциации музеи не состоятся. Должны собираться директора музеев и сотрудники. Многие, как вы знаете, какие проблемы, чтобы это ассоциация... Сотрудники музея. Понимаешь, Союз музеев и сотрудники музеев, это... Это разные. Это разные целевые музеи. Просто, в принципе, еще одна из больших проблем, из чего музеи не могут, там, что-то даже куда-то наверх собраться и сказать. Нужно, чтобы они перестали часто менять министров, которые отвечают, да, всякие моменты. Так что я была в такой ситуации, когда мне нужно было принять участие в одном из проекта, уже все было готово, уже огромные там ресурсы ушли. И вдруг неожиданно сменился там министерский кто-то, и они решили все, что предыдущий министр запланировал, и все эти гранты, и все их просто убрали. Ну, не важно, что уже там деньги начали тратить, да, то есть эти моменты... Да не только у нас, в Испании это же самое. Причем даже направление продвижения между Испанией, это рубежом, там две партии, которые друг друга сменяют. И вот одна уходит, вот все проекты, которые открыты, люди закрывают, запускают свои проекты, потом они возвращаются, они достают свои проекты, то что работает уже вот, уже запуск, идет реализация, они все прикрывают и возвращаются к своей теме. Ну, правда, с вами это по всему миру. Ну, проблема здесь по всему миру, кто обсуждает, все говорят, из-за чего это идет, просто правильно, что вы люди, которые принимают решения у проектов, происходящих в музейной сфере, сами поработали в музее. Ну, пока вот этого не будет, у нас там, как бы, никакие проблемы наверху решаться в музее не будет, потому что для этого кто-то должен лоббировать наши интересы, а кто этим занимается? Наверное, Петровский должен? Да, пойдет, что у нас никто ничего никому не должен. Это грустно. Давайте так-то оптимистичим. Чуть-чуть. Но лоббировать пока сложно, если так все часто меняется. Но интересы тоже есть, интересы есть. Но хотя бы сформулировать, что нам надо. Да, хотя бы для своих силенов. Ну, наверное, может быть, и Комроссии. Но кто-то тогда еще и Комроссии вложит. Сколько у нас показало количество членов Комроссии? Индивидуально. Из той аудитории, которая плачет, 30, наверное, 40 человек. Остальные члены в музее. Я на этой секции проводила опрос в том, где состоит. Получается, что индивидуального членства почти ни у кого нет. Наши ассоциации вообще не подразумевают индивидуального членов. Все в музее. А когда твой музей член, это совершенно не означает, что ты тоже там активно работаешь. Идет и о том, чтобы реально что-то делать, а не просто застоять. Это тоже, конечно, хорошо, но это мало, по крайней мере, на первом статусе. Я слышала такую идею. Ее озвучила Вида Лобанова из политехнического музея. Примерно такая же идея и пришла мне, как тоже. Рабочие грузы. Ассоциация – это очень большой шаг. Это вот прям денежные, ресурсы и так далее. Замахиваться на это. Но, в принципе, никто не мешает нам создать пару только рабочих групп. по каким-то узким пока темам. И хотя бы научиться самим в таком формате активно что-то делать. Может быть, мы поймем, что это действительно правильный и верный путь, и он полезен нам самим. Может быть, окажется, что пока на это нет ресурсов. Такой рабочей группой может стать и музейный клуб. У вас с какой целью? Цель – сформулировать наши интересы, задачи, ожидания и продумать, какие шаги мы можем сделать, чтобы эти задачи реализовывались. По крайней мере, я думала об этом в отношении группы в музеях в социальных сетях. Неоднократно думала. что, да, мы там что-то делаем, 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 но авторитеты или какого-то там влияния. Нет, но это идёт нет-вокинг, здесь ничего не сделают, здесь авторитетов и не будет. Просто те участники, которые не отвечают по ставленным целям, они не уходят. А если ты хотела какое-то сообщество составить на ту же самую рабочую группу, то оно должно быть намного более узкое. Да, я согласна с тем, что узкое. Другое дело, что оно нам нужны люди. Люди всегда нужны. Да, те, кто будет готов тратить своё время. Ну, кстати, в какой-то момент эта группа дала результат, когда создавалась система не ПСК, не информационная пространство в сфере культуры. Создатели пришли в нашу группу и сказали, вот мы, вот мы, вот система. Кто готов, записывайтесь, мы будем в очень уже закрытой группе решать сугубо технически какие-то концептуальные вопросы. Но вот если вы действительно хотите работать, то там несколько человек записалось, и там ещё меньше начали что-то суть и комментировать. И система развивается, в том числе благодаря тому, что активные участники сообщества мы её изучили, и фиксировали, и с разработчиками напрямую общались. Я считаю, что это застойка группы, которая своей активностью продемонстрировала, что у неё есть, как бы, у её человек есть компетенции, с нами можно разговаривать, наше мнение нельзя проигнорировать. Вот прямо уже совсем активно проигнорировать. Так что идея сама по себе не жизнеспособная, только вопрос возит ли силы. Ну, опять же, с рубака, с валютой. Мне сложно не привлекать финансы, здесь опять же идут по магазинам. То есть ничего не сделаешь, мы с ним. Согласна. Да, даже раз мы далеко не уедем. Ну, ехать будет очень долго. Едут на перекладных. Я думала о том, что может быть. Вообще-то, если говорить о сайте, да, каком-то. Ну, хотя бы стартовой какой-то площадке, на которой можно... Всех, кто хочет быть посчитанным, посчитать. Всех, кто хочет... Ну, помните, мы говорили, что вроде бы много-то чем-то занимается, но неизвестно, кто и чем. Найти не так-то уж и просто человека. И тем более с ним связаться. Поэтому эта система... Ну, минимальная, конечно, открытых данных, если человек не согласен. Это можно сделать. Там тот же список литературы большой, нормальный. Там список ассоциаций, публикации. Ну, можно что-то делать. В общем, посчитать бюджет такого сайта несложен. И, возможно, мы сможем сами его охотить. Крауд-одинок от музейщиков. Это продемонстрирует, по- всякому, и личную заинтересованность. Есть она или нет. Может выяснится, что никто и не готов платить своё, потому что считает, что он и так недостаточно вкладывается, и пусть музей платит государству. Это тоже будет ответ. Поверь, что музей не будет платить государству, тем более. То есть, я бы посчитала, и по дизинок. Чтобы понять, насколько это реально. Потому что, может быть, там по 500 рублей, по 200 рублей. Если в машинах всей страны бывает. Ну, что, можно считать? Да, нужно считать. Потому что, когда продаться спонсору, это всегда мы успеем. Кто будет платить, тот будет диктовать. А если мы сами платим, значит, мы сами его нам. Или составляем. Да. И там на этом сайте можно и рабочие группы, в принципе, создавать. Ну, то есть, это координационная площадка. Потому что фейсбук – это хорошо, но вы сами знаете, как работает. Но в любом случае, мы в жилом встречались. Конечно, конечно. И речь о том, чтобы всегда был ресурс. Там, с тем же календарём встреч, которые есть. А, личные встречи, конечно. Причём, не только в Москве и в Санкт-Петербурге, не только там где я находишься. Я всё… Я прошу людей, пожалуйста, ну что вам стоит длили собрать? Не, ну ты приезжай и сделаешь. Ну, ладно. Хотя… Ну, видимо, просто пока нет человека ещё там одного. Или внутренней потребности. Я не знаю. Ну что, ещё про будущее? Что они ещё угадали? Ну, собственно, в первой статье, не первой, а в статье «Горанин», то что угадали, он реализирует о том, что должно быть повышенное всё-таки внимание к нашим посетителю. И он как раз таки здесь затрагивает о том, что должна быть хорошая реклама, определённый новый подход экспозиции, как раз таки уже ко всем маркетинговым стратегиям, которым вот музей, мне кажется, подходит вот только-только-только. И то с хорошей рекламой, и вообще с финансами на рекламу, мне кажется, это очень большая проблема в недельной конституции сегодня. Я вот из этой статьи узнала о всерасистном социологическом исследовании человека чешедельной культуры. А кто-нибудь с ним сталкивался? Ну, я постаровато в культурологии. В своей реальной 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 в том, что практически все сотрудники делают. Может быть, рассказать о применении, сколько всего вообще в музей? А я потом, когда у нас свою историю, когда мы можем сделать это, потому что там очень грустная история, это что просто сидят, потому что все эти люди в 2080-х были такой дружной с большой командой, столько все было делали, а потом ничего не дробление, там в ней музееведник включается музыкология, разведение, все меньше и меньше там остается место. В общем, все нравится. Матерок это когда-то такое расправление на демолагере, потому что люди, которые пошли в сторону усиления посетителей, это посетительская составляющая маркетинга, бизнеса, они как будто отделились от тех, кто продолжал говорить, что музей не специфика на другом. То есть до сих пор я это вижу даже внутри музея, потому что мне кажется, что она сегодня упомянула про то, что музейщики, которые занимаются социальными сетями, на самом деле там нет серьезного авторитета, потому что сами музейщики не признают людей, которые работают в социальных сетях, музейщиками. То есть, как бы, там музейщики это пандаловики. И сталкиваться, что музейщик ему не определили, кстати. Пустили поговорили, музей поговорили, а что такое музейщик? Ну да, это серьезная проблема на самом деле, потому что появляется огромное количество новых профессий в музее, которые музейные и профессиональные сообщества не признают как серьезные, важные. И даже я очень много слышала критики от музейщиков о том, что у нас в соседней комнате экономический отдел, у нас зарплата там 15 тысяч, а у них 60 тысяч. Мне кажется, мы делаем работу, а они просто сидят и ничего не делают. Внутри музеев тоже есть такое серьезное предстояние этих разных лагерей. Те, кто больше за посетителей, тех, кто за музейный предмет, изучение. К сожалению, за рубежом это уже как-то приходит к тому, что это все должно быть правильностью, и у нас пока что очень жестко. А вот как бы мы с вами сформулировали, кто такой музейщик? А мы музей сформулировали? Мы в следующий зал. Пойдемте в следующий зал. Ну, музей, я так волноваюсь. Хорошо, давайте определим музей, почему нет. Отличная института. У нас ни предмет, ни объект музеологии. Не предмет. Надо было меня ватнам притащить. Что такое музей? Все равно, когда там определяется, можно понять, через какое слово мы определяем. Через институт? Или через культурную форму вообще службы культуровой? Что это? Это больше, чем просто института. Кто-то говорит, что многие люди, которые не работают? Форма организации. А можно какое-то еще легкое чтиво? Какое не настроение? А эффективы? Да. Единственное ответственность по виду, то это идет сохранение, и перезапонение на стекле, и транспорция. Мне кажется, слово «транспорция» не надо. Нет, я бы сказала, не если они предоставляют транспорцию, а то, что в этих текстах очень много говорится про коммуникацию, образование. Мне кажется, что термом коммуникация не очень. Почему коммуникация? Она, в отличие от трансляции, коммуникация, она подразумевает обратную связь. Но у нас нет коммуникации обратной связи. Даже когда мы следят посетителям, мы не можем понять пример. У нас соберем по музейной коммуникации, мы транслируем информацию через пространство музея. Мы не можем проверить, насколько эффективно мы ее транслировали. Мы на выходе не спрашивали у человека, что этот предмет означает, что куратор хотел, почему куратор туда поставил. Измерить ее не может быть. А может это измерить? А может это измерить? Но это только, естественно, у человека спросить. Я знаю, у меня были такие случаи, что я заходила в музей, через два часа у меня информационная составляющая одна была, потому что мы не смогли так выстроить тексты и предметы, что я не поняла вообще, о чем это. И я видела такие люди, в которых я вам приятно поняла, что мне гимнарии не рассказали, все объяснили, а люди, которые там заходили, даже выходили с нулем на выход. Как это проверить? Получилась коммуникация? Я, честно говоря, считаю то, что в музее, особенно исторические, вот идти и сразу все смотреть это нереально. Нужно посетить какую-то определенную тему. А если, знаете, до календарского будет? Готов ли посетитель, знает ли он себя настолько хорошо, что он, например, заплатил 700 рублей сейчас, например, в некоторый музей вход, и что он, например, пришел посмотреть один зал или один предмет и нам пытается за один раз посмотреть что? Ну, возможно, подсказки типа по аудиогиле, или те же самые флескопы, там, описание предметов. Это тоже подсказка. Это тоже информация, тоже какая-то степень, оно должно вызывать вопросы и какое-то отношение. Ну, может быть, тем самым критерием, который на твоем коммуникации. Вас рад посетить, как раз таки в этот музей не раз в год, или там через десять лет, когда он видел модную рекламу, что там сроки положим, или еще кто? Раз в год это неплохо. Нет, но хотелось бы чаще, допустим, не знаю, два раза в месяц. То есть, или когда человек пришел сегодня один, а завтра он пришел со всей своей семьей. То есть, может быть, именно возвратность человека в музее будет как раз таки тем самым критерием, и это нужно изучать и считать. то есть, не только саму рефлексивную. Ну, начнем с того, что те люди, которые ходят в музеи, церноправных не так много. То есть, каждого ты не затачишь, а если затачишь, он оттуда убежит. Я, вот честно, на своей практике подруководила в музей. Больше бы я этого не делала. Это, опять же, зависит от того, кого мы ждем. То есть, если это, ну, например, в моем случае геологический музей, то здесь без бэкграунда там делать нечего. Ну, я не все понимаю. Так, по поводу того, как исследовать. Я хочу вам показать промо-видео, ну, рекламный ролик, что ли, компании Великобритании, которая занимается исследованием биометрии. человека исследовать реакции тела на то или иное проживание, в том числе на экспозиции. Соответственно, как измерить, там, мы пока говорим, удовлетворенность, и вообще какой-то эмоциональный, да? Да, вот, почему покажут. Там немного чего не покажут действия, но какие-то общие понятия озвучить сейчас. Но не эмоции жизни, не информативность. Это не эмоции жизни. 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 Мы сейчас в мире, мы пассивный анактивный дата-катчер. который может быть все вокруг нас в каждом этапе. И мы в центре этого. Это очень интересный время для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, чтобы увидеть, что мы можем делать. В принципе, учитывая, как сейчас, определенные прослойки, различные прослеты, трекерство, своего здоровья и состояния. И насколько удобны и аккуратны эти устройства. В общем, мне кажется, что при большом желании в музее считать можно все то же самое. Не скажу конкретно, как это сделать, как это там сеть выстроить. Но изучать реакцию в телах на то или иное, и сравнивать это с тем, что закладывалось куратором, вполне куратор все-таки закладывает на себя эмоционально, потому что все-таки они говорят эмоционально, там измеряется эмоциональный ответ у посетителей. И я, например, знаю некоторые исследования немцы проводили, когда они решили подслушать, о чем говорят посетители, когда все равно не ходят поодиночке, а в месте, когда они пахнут, две домохозяйки приходят, они вообще могут пройти по пространству музея, просто глаза проводят по стенам, по предметам, а разговаривают вообще, что сегодня делаешь, кто берут все, там эмоции могут быть вообще не связаны с посещением конкретного музея. И вот у уральника фраза как раз музейному работнику надо свыкнуться с той мыслью, что значительная часть приходящих в стены его музея посетителей не имеет четкой мотивации таких приходов. Объясняет телепосечение музея не музей деланием просто отдохнуть. Ну, то есть как-то на своем музее отдохнуть это несложно. Мне кажется, что когда музею надо создавать сложную экспозицию или какие-то упрощенные варианты для тех, кто пришел на косаризм. Но сложная налево. Кто так попроще, пожалуйста, направо. Все, конечно, пойдут на сложную. Выдут через пять минут. Есть часть посетителей, которая конкретно ассоциирует музей с какой-то стабильным жизнением. И я уже на протяжении работы в музее заметил, что в периоды каких-то финансовых катаклизмов или еще что-то увеличивается потоки посетителей именно для того, чтобы там укрыться. про Сиро. Вот феномен про Сиро объясняем именно этим. Как варианты? Не знаю. В этом случае, когда у нас как раз была выставка, Иоанна Паралиной с Сиро и дочкой как раз очень критиковала, что у нас очень мало посетителей. На что я просто сказал, достаточно было сообщения о том, что пришел очередной Раскольников, разбил топоромную модель, а в следующий день была бы очередь в этот музей. где бы он не находился. То есть это еще, конечно, от пиара зависит. Чем чернее он, тем веселее. Я пока задокументирую, кто сегодня был на встрече. Для истории? Конечно. Мне нравилось. Кстати, шутка, из серии шутки. На этой конференции открыто, спросили, почему вы работаете в музее? По-моему, секция вопрос? А, нет, это было раньше. В том же зале, но перед этой секцией. Ребята, что он говорит там про перед этой секцией, там что-то непонятное. В общем, там был пафос. Он хороший, по делу, образование, распространение знаний. Он говорит, м-м-м-м. Я коллега рядом сид, я говорю, а я не занимаюсь тем, что лично мне нравится. Такого, к сожалению, это больше не прозвучало. Хотя, мне кажется, что такой личный какой-то момент имеет значение, не стоит все время институционально его закрывать. Как-то себя, чтобы можно больше ценить как профессионалов, позиционировать себя, профессионалов, которые умеют, что сказать, и знают, как надо. Уже на том основании, что если они выбрали себе эту профессию и любят, то это значит, не просто так. Все любят свою профессию. У тебя бы не любят? У нас в музее не только для посетителей, но и для музеев, как еще иногда. Это тоже хороший тезис. Какое сегодня число? Забросил удочку, не собрался, наверное, в 2019 году. В честь столетия конференций в Петрограде и к столетию выхода книги романов. Отметить. С российским тренкингом? Да. С Владивостока до Клининграда. А если не нравится? Да. Ну и с привалочкой тоже заплатить их. Ну и с привалочкой тоже заплатить их. Ну что-то там еще. А, потом. Преобладание количественных показателей. Но опять же цифрами отчитываемся. Про качества мы практически всегда забываем. А как измерить качества? Может быть, государство не против найти качества? То есть, ступен это проще. Ну и сейчас все равно они считают качество это количество посетителей смущительным. То есть, для государства именно это сейчас является единиц измерения деминирующей. И все мы боремся, опять-таки, за посетителей. За количество посетителей. Да. Возможно, в больших... Да. За количество посетителей. В больших музеях, может быть, это не так явно видно. А в более маленьких музеях, мне кажется, это проблемы налицо. Потому что, все-таки, если берем не вообще всю ситуацию в России, а вот даже в Москву, здесь очень много музеев, очень много культурных институций. Конкуренция действительно очень большая. И количество посетителей является единицей измерения. Действительно, некачественным. Можно ли это изменить? Ну да. Можно ли это изменить и как это изменить? Это вопрос уже на лице 30 поднимаем. Да. Мне кажется, еще в ближайшие 30 будет, если у нас тенденции не изменятся. Ну, если геометрические братья, то и считать количество довольных, а количество недовольных. Нет. Все равно конечственные цифры. По поводу качества. Опять-таки, возвращаясь к истории, я так думаю, что это базовое составляющее. В 70-х годах была создана передвижная выставка на базе речного катера. Большого. Ну, можно сказать, базовое. Была выставка. И она ездила по рекам. И как раз была отмечена тенденция в тех населенных пунктах, где она проходила, возрастало количество людей, потом обращающих, поступивших в черные заведения. Вот это действительно качество. Как сейчас. Сейчас, конечно, совершенно информационная составляющая. Такие вещи не пройдут. Но в то же время, когда была, не помню, где конференция, кажется, все-таки в политехе. Немцы выступали и горделиво как раз сообщали о том, что у них вот такие вот передвижные выставки на кораблях проходят. И это выдавали уже в современные выставки. Выдавали как какой-то ноу-хау. Ну, хотя... Значит, если они... Я думаю, не будут просто так это проводить. Наверное, все-таки имеют этот эффект. Какие вещи. Именно качественные. Количественные. Да, увеличение количества поисков там. Тульсирового после выставки. Ну, во время выставки идут там. Ну, да. Количество публикаций, количество посетителей, количество отзывов, количество шансов. Могу. Мы все считаем. Может быть, она на помощь может прийти и бигдата. Если эти... У нас такие же огромные данные. Конечно. Но если по стране смотрят, то нет. Даже в отдельно взятом музее есть все эти отзывы. Вот, допустим, если взять отзывы, да, допустим, мы его провали заполняем. Если все это перевести в цифровую вещь, чтобы слова обойны были. Ну, иногда лучше это не читать. Но, тем не менее, тогда мы получим качество. Потому что у нас будет там 200 отзывов. И в них, допустим, слово красиво будет превалировать. А слово ужасно? А если они с ортографическими ошибками? Настройте систему так, чтобы она распознавала. Ну, то есть красиво-кро-сиво-кро-сиво-кро-сиво. Это будет одно и то не слово. Вопрос в вопрос техники. Все-таки статистика – это очень трудное качество выяснить. Потому что количество описанных предметов в месяц задается конкретно, да. Но есть предметы, которые можно описывать целый месяц. По большому счету. А те, кто работает над разработкой этой статистики, да, те мало практикуют. Ну, всегда можно сказать. Ну, да. Некоторые предметы музейные, там, пять лет исследуют. То есть, а для отчета нужно объяснить, что вот один предмет, и пока мы не можем выдать полную окончательное описание на сайт, например, политехнического музея, да, там. Вот если бы исследование аудитории стало чем-то сущим опытом-то обязательным? Ну, в Фейсбуке же было очень много критики того, что кто-то начинает какие-то исследования посетителей писать, абсолютно непрофессионально. Вот здесь очень серьезно надо, чтобы еще… Ну, опять же, социология… Как мы исследуем, сколько целей. Ну, то же самое – это результаты исследований, которые представили открыто. Это все хорошо. Но они прошли только к музейщику. И рассматривать, что мы должны делать для образования, не обращаясь к нашим целевым аудиториям и не спросив, что они от нас ждут. Только с наших слов – это достаточно одноголка. Давайте представим идеальную ситуацию по фантазирую. Вот вам вариант. Давайте мы готовы исследовать качественные критерии вашей работы. Ну, что бы мы могли подложить? Надо у моих коллег спрашивать, у них все равно много денег. Да, Майя тоже сразу скажет, что меня можно критиковать. Ну, что бы мы… Я думаю, здесь стоит выделить и качество политического опыта, и качество вообще проделанной работы. А, как я спросила. Ну, то есть, раз нам так не нравятся качественные критерии, я думаю, что это недостаточно давать. Я думаю, что это может быть качественным. Но, чтобы качественно все оценивать, нужно еще все время находить тех специалистов, которые могут это качественно обучать. Ну, по-русски начнай. Ну, мы можем взять другой пример. Просто, чтобы сейчас хотя бы один качественный критерий выделить и попытаться предложить методику его образования. Ну, скажем так, соотношение потраченных на выставку денег и на сколько она окупилась? Ну, критерием количества. Количество. Количество. Да. Может быть, тогда, если мы говорим о точке зрения посетителей, то доступность той же самой информации или вообще доступность понимания экспозиции, если мы в выставочном плане уходим. А как это исследовать? То есть, что значит доступность? Исследовать может быть… Да. Я имею в виду понимание. То есть, Анна, да, говорила о том, что вот вы сами уходили в стой совершенно, да, после экспозиции. И, допустим, другие люди. Вот как раз-таки вот это один из критерий. Исследовать, наверное, может быть, методом ракетирования самым простым. Это будет наш критерий. Если мы знаем методику, которую мы использовали при создании экспозиции, и она таким образом сделала экспозиция, не дает посетителям нужного количества информации, значит, наша методика, возможно, неверна. Значит, возможно, нам нужны другие методы работы. Или, возможно, мы неправильно оценили, пригласили не тех людей. Да? Или… Ну, как это сказать… Нет, нет же посетителей, кто-то недостаточно много знает. Но чисто теоретически мы же должны, если мы выстраиваем свою экспозицию, мы должны понимать, какая наша целевая аудитория, для кого мы выстраиваем, если это время не выстраивает. Да, но это есть желаемая целевая аудитория, а есть реальная, и не всегда… Тогда можно смотреть на, возможно, качество, да? Хотя я не знаю, это количество качества… Смогли мы нанести информацию до тех посетителей, которые нам нужны? Пришли они или не пришли? Пришли они или не пришли? А государству, которое финансирует нас, ему это может быть интересно? Или если да, то в каком аспекте именно твои качественные критерии? Ведь… Государство определяет качество. Как раз-таки ты тут говорила… Алина. Алина говорила о том, что затраченные деньги… Насколько они восполнимы по завершению проекта? Ну, в историческом музее, по-моему, я не знаю, сколько, по-моему, я на выставке последнего не окупилась, в количестве посещаемых людей, которые пришли на… Как всегда что-нибудь доказать, что… Нет, даже вопрос не в том, что она окупится, потому что далеко не все выставки окупаются, это нормально. Но мы же… А хотя бы в процессе на своих машинах… Я, например, в историческом музее, это только на выставку. И там почти все выступы поделены. То есть можно просчитывать. У меня, например, за рубежом, я с той же иконской карточкой прохожу, а у нас, например, в России именно считают, как… – Ну, мне дают бесплатный билет за убежать, а у меня даже билет… А у меня бесплатный… А у меня бесплатный билет… – А у меня бесплатный билет, практически не дают, только… – То есть они… – Мне даже все равно пришла… – Я или меня как-нибудь, – Можете, считать, никто не хочет… – То есть там как бы проще относятся, видимо, – в количестве… Я помню, я больше по нашим российским удостоверениям проходила в удивлении, но я спросил тот момент, что мы все равно в нашем музее были оцеплены, мне кажется, о количественных показателей. Мы не сами зацепили, у нас в Минхуде оцеплены. Ну да, как техниковое желание. Может быть, качественные критерии должны быть каким-то внутренним критериям, которые необязательно постулируют государственную... Внутренние критерии – это с ума с вами. Внутренние, а в реорганизации я имею в виду. Кстати, по поводу количеств вспомнила. Периодически приходит в Мэл под фоной и под рам. И нам присылаются возможные просьбы статистики, скажем так, указания по количеству публикаций. При этом нигде не написано, что они должны быть положительные, или нейтральные, или отрицательные. То есть общее количество публикаций. Дарья Градусова похвалила наш вопрос. Что является качеством выставочной работы, критерии. Даша, поделись, что ты думаешь по этому поводу. Мы тебя прочитаем, а я озвучу. Давайте помашем Дашу рукой. Сейчас я ей тоже часть стала. Сейчас два человека. Я сейчас вам перечислю тех, кто, так сказать, был за это время здесь. Михаил Яковенко, Дэйв Пэттон из Музея науки. Владимир Аветисян из Музея Востока. Елена Кузнецова из Музея Рублева. Анастасия Комаровская. Fine Art Gallery. Анна Голдина. Раньше Парк Горького. Сейчас... Не знаю, где пока. Не помню, где. Ой, назад. Вот Катарина. Где список-то? А, вот. Катарина Хендрик. Это из Лестера. Сейчас она в Дохе преподает. Лола Хрунова. Я не знаю, где она работает. Анна Глюз. Это Владивосток, по-моему. Да, та сторона. Дарья Градусова. Сейчас в Италии пишет. Варвара Журавлева была волонтером в Политехе. Наталья Копанева. Санкт-Петербург. Кунсткамера. Владлена Громова. Политех. Анна Румянцева приходила на занятия РГГУ. Да. Надежда Бракер. И Марья Чьева с Санкт-Петербург. Если я не буду. Так что это вот те, кто подключился в какой-то момент трансляции. На чего мы остановились? Мы, например, на качественные. Мы на концерте остановились. Мы получали качественные критерии и оказались на этом. Пусть девочки тоже будут. Потому что все переживают из того, что это количественное и малокачественное, пока все только жалуются, не только конкретные информации, но вот прям я не видел. Ну что такое вообще? Домашнее задание, да? Поделать о качественных квартирах. А есть какие-нибудь тексты на этой теме, может быть? Сейчас есть одна штука. Я вспомнила на английском. Макс Андерсон, в каком он в музее работает? В Далласском музее. И он написал как раз материал. Да, есть у меня материалы, которые я могу обращать на английскую оттену. Давайте, смотрите. Ксенич Муракова. Мне кажется, это такая сложная традиционная тема про качественные критерии. Сейчас я попробую науфлить. Да, кстати, я всегда рада новому месту, куда нужно пойти с клубом. Где сейчас пункт положим, где она встретится? Вошла. Критерий успеха в художественном музее. Можно полевину года. А давайте. Просто вопрос времени. Вы смотрите, меня просили чередовать субботы и вечеробудные дни. Потому что никто работает в субботу. Поэтому я хотела бы сделать в следующий раз вечером встречу. Часов в семь. Ну, как время начинается, как же в семь. В семь. Так. Все зависит от дня. Чтобы было безопасное приятие. Ну, я готова, по-моему, не сейчас, по-моему, с октября, если это ладно. Ну, конец, октября, то есть. Не ожидам, по-моему. Или вот это все, что у вас там будет? Сумасшествие? Ноческут? Да. Ноческут за 3-4 ноября. Ну, вот, может быть, за неделю до этого. Смотрите, 20 октября у нас дринкинг. Что здесь в случае, приглашаю всех на пойдем на выставку по призрождению Молуэра. Хорошо. А вот и пятницу на дневную лабораторию земли придете? На пятницу? Ну, которая будет пятница. Я поднялась. Ну, я просто параллельно наступаю по поводу конкурсской конференции. Я думаю, что Наташа там будет жечь долго, но я постараюсь. Короче, статья на 20 страниц. Да, нормально. Так, я скачу туда-сюда. Это четверг. Вот, соответственно, сейчас. Двадцать и двадцать и двадцать. Так, сейчас. Дели прием и дели читали. Хорошо. Я думаю, что это невозможно. Поворотно? Да. Нет? Нет, это вторая половина октября. Я вообще не знаю, что она спрашивает. А, ну там-то вот, уже есть два. А где находится? В Микронагорной. Улиц Временцеводом есть. Там можно либо пять на пешком, либо на транспорте. Но где находится Микронагорная? Я не знаю. Я в Москве недавно. А Москва большой город. В Микронагорной. У тебя что-то близко, что-то из Москвы. Люди из музея, которые там в центре. Такие где-то. Ладно, ладно, ладно. Я сама же не могучила. Ты что-то еще раз подговорила. Как тебе станцию от Абрюбинской музеи. можно проехать академическое можно проехать если если людям надо А можно там будет организовать какой-то чай-питинь? Конечно. Начну поесть. В принципе, можно поесть. У нас есть кухня. Заказать пиццу, например. Мы когда делали джинни пенсию, певереев пища. Да, да, да. Там была праша сумка, да? Да. Мы там раскатали поляну, заказали пиццу, потом еще раз было заказали. Дважды, отлично. Хорошо пошел. Причем мы как-то поговорили по делу все. Наличие портрейна. Все, я тогда себе сейчас записываю. Я сегодня забыла ручку, возьму себе карандашом. Спасибо. До маркера. Сейчас ориентируемся на 27 октября. Да, на ручку. А тебе делать как-то? Я сегодня уже делаю объявление с подворами всех стилетов. Тема «Качественные и постоянные люди на работу». Кто любит и знает мой язык? Я? Только знает. Поэтому я и уточнила, знает и любит. Я к тому, что… Может быть, людей призывать вообще… Можно сказать, что им есть? Может быть, есть люди, которые не язык еще читают, могут поискать по этой теме. Я тоже могу сказать. Да, да. Изманские… Любовь есть. Отлично, я к чему. Может быть, мы тогда, как знающий английский язык, подготовим какие-то краткие резюме на русском. Наверное, в слайде, потому что тема такая. Ну, 20 страниц английского текста, это даже… Ну, его так вот не просканируешь во время встречи, быстро-быстро. Угу. Поэтому, Ланя, ты готова? А вы написали? Как мы сняли насчеты? Просылать? Да, конечно. Чтобы получить текст, можно вот сейчас записать мне сюда имейл. И я создаю базу просылки. Там целых 20 человек уже. Те, кто хочет. Ну, и через фейсбук мы с вами дружим или нет? Нет. Мы задружимся, потому что там есть страница. И я регулярно оповещаю о том, что и где будет, и рассылаю все. Вот, отлично. Может, нам еще до встречи начать вообще… А вообще, темы поднять? Ну, да. Рискрыть в политике, например. Ну, смело. Я хочу их пригласить как-нибудь. И даже приглашала. Правда, не лично, а через функцию пригласить. Не ходят. Возможно, нет. К нам тоже не ходят. Какого приглашаем, так что нет? Надо лично пригласить. А еще лучше на их странице упомянуть. Приглашаем. Приглашаем уважаемых участников группы. А почему нет, в конце концов? Ну, да. У нас вполне такого. Ну, спасибо. Тогда надо очень хорошо подготовиться. Ну, только хорошо. Правда, не готовься. Я бы сказала, что такого личного очень выявился, что это… То есть, что это не подписано на группу «Музейный критик»? Ни разу в нее не заходило? Нет. У нее достаточно на других языках таких групп. О-о-о-о. Ну, если у тебя когда-нибудь… Нет. Ну, если у тебя когда-нибудь… Если у тебя будет очень хорошее настроение, ты захочешь его испортить. Понятно. Между прочим, она очень популярна. По количеству. Участники. Понятно. Пяти тысячам подходят. А какие есть еще такие музейные группы? Точнее, какой-то музейный учет флэвел. Угу. У меня проект, что она такая по делу. Что-нибудь еще такое есть? Да, все произвучено, да? Да, да. Фестиваль детских программ. Ну, там по-другому она называется. Сейчас найду. Ну, тут же тебе было. Negro меня есть в идет. По-другому в есть детский фестиваль, мудрый музей. Какие? Вот детские фестивали Музеи. вот и вошла? Страшен, пожалуйста. Мы еще хотели нам документ показать. Да, ну, как раз документ отключится, да? А его нельзя показывать? Нет, известно, озвучку-то можно оставить? Кументарии просто. Да, в музейном форуме, там музейный форум по детским программам. Вас не видно, но слышно. Я сейчас говорю о данном выходе, но не знаю, желаю на это. Нет, это вот 65-го года совет министров постановления о том, чтобы как раз о музейном фонде Союза СССР отдельные детали получить Министерство культуры утвердить по согласованию с государственным комитетом по координации и изучению соединений. В общем, обязать министерства, государственные комитеты и другие ведомства, Совета министров, Союза республик передавать безвозмездно музеям для экспонирования образцы продукции, различные модели, показывающие развитие науки, технический прогресс и достижение комитетического строительства. То есть, это было... Чем актуален этот документ? Тем, что у нас, когда недавно возникла возможность до последних 20 лет создать выставку, потому что мы сейчас еще пока в закрытом состоянии находимся, они выездные выставки делали. И такую обзорную вообще о морском транспорте. Выяснилось, что моделей современных вообще нет. И когда мы пошли по сусекам скрести, пафосные дядки на хороших тачках объясняли о том, что все модели, которые у нас есть, они были закуплены вместе с контрактом строительства судна и стоят огромных денег. Так что, ребят, стойте подальше, вы не сможете купить такие вещи. Я с этим документом долго... Да, и вот, в общем, чем он характерен, то, что он действительно испортящий, то есть это из архива возился долго и, в конце концов, недавно у нас в агентстве такой правильный приказ о том, чтобы хотя бы в нашей отрасли музею безвозмездно передавали те или иные вещи. Но здесь вот как раз... Сейчас взаимосвязь. Так, вот, Министерство культуры и Министерство Союзных Республик, соответственно, провести соответственную регистрацию памятников естественной истории материальной кухонной культуры, находящейся в музеях, но в ближайших помещениях в состав музейного фонда. Вот этот документ был сверху спущен, но, опять-таки, по нашему музею могу сказать, что есть документы, которые показывали, что на тот момент отношение к музейным предметам было таково, что вот захотел высшее руководство передать из одного музея, из музея, там, в Кианинский лагерь, и приходилось просто, без рук надо выполнять. Сейчас другая ситуация. Сейчас как раз с фондами все налажено, и защита закона есть, но теперь фонды сверху не спускают. Все время нет взаимосвязи очень гладкой и верховской дизайне. Я считаю, что этот документ… И если бы это сейчас законодательно снова… Да, я понимаю, что это не художественный музей, это именно технический музей, скорее всего. Но технический музей, они как разрушились в 90-е годы, сейчас снова все возрождаются. И вот этот документ, он стал бы такой связующей нитью и помощью музеев в пополнении фонда. Это опять вопрос лопирования наших интересов. Да. Потому что здесь одному один в поле не будет? Абсолютно. Да, потому что я долго ходил с ним с этой бумажкой, но пока серьезные люди не подключились… То есть такое оно от закона обязательного грамм для этих библиотек? Ну, понимаете, вот сейчас также… Понятно, что много личности, вопрос личности – это много, но пока не будет полностью заполнено все движение музея, жизнь музея, да, она, конечно, будет до сих пор под… Ну, привел пример, что у нас нету как-то печительского совета, да, и исключительно принимает решение какое-то одно большое начальство, что делать с музеем. И будет с этим музеем то, как один единственный человек поступит, имеющий большие права и обязанности. Но, к сожалению, обязанности здесь все время опускаются, да. Если бы законодательно каждый музей был бы защищен, я беру ведомственные музеи. Ведомственные – это самые незащищенные музеи, мне так кажется. То есть, как вот ведомство хочет, да, так вот и будет. Хотя, в принципе, хоть он и ведомственный, он все равно сохраняет историю государства. Поэтому… Поэтому… Это просто обязательно… Ну, я здесь сейчас не могу все комментировать, что… Может… В любой момент просто… Есть и такие же музеи, тоже ведомственные, да, в которых уникальные предметы, но они вообще обречены именно из-за того, что руководство может применяться. Вот. А этот… Может изменить в этих… Вот только… Это очень хороший закон. Не прикасаемся. Музейши, музейные… Музейные фонды. Ну, ведом. Я именно проведомственные. Угу. 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 Какой тут? Я только в ночи в четырех принялся из опыта. Угу. Пока… Угу. Пока у меня настолько хорошее настроение, что у меня сложно просыпать и сложно… Угу. У меня как раз за последние 17 лет появилась возможность интегрироваться в такую большинственную жизнь. Я не думал, что поступление дочки в институт – это просто как освобождение. Очень много времени перед свободой. Совершенно другое. У нее своя такая жизнь. Она не на музей наделала? Нет, на театроведении. А с музеем у нас просто стабильность. Кстати, прекрасно. По-моему, это музейщик. Человек, работающий в музее, сохраняющий этот остров. Или делающий вот таким. Не только хранитель. Нет, не только. Знаете, сейчас как раз из-за того, что в музее стали сверху означать, точнее, ставить руководство, а руководство совершенно бывает не имеющее отношение к музею. В то же время, как любое руководство, ведущее с собой команду, то как раз критерий музейщика сейчас начинает размываться. И тех фанатов, которые не представляли себе иной работы, как в музее работать, и не только просто музей, а именно на конкретном месте, в конкретное время, чтобы его отсюда унесли, такого сейчас, к сожалению, еще меньше и меньше. Да, скорее всего, под музейщиком получится сделать список. Музейщик. Музейщик. Это не разный. Это следующий вопрос. Чтобы создать какой-то один музейный проект, ведь сюда как раз таки будет состав рабочий, назовем группу, очень много людей разных направленностей. То есть туда же входит дизайнер, программист элементарный, культуровый, искусствовед, историк, если это нужно. Может быть, какой-то научный сотрудник. Я имею в виду человека, который обладает каким-то научными знаниями, там, не знаю, биолог или еще в зависимости от специфики. То есть это действительно, ну, исследование. Может быть, тогда это человек, это профессия, которая не ограничена рамками каких-то дисциплин. Но один человек не может знать все. Да, ну, то есть музей объединяет тех, объединяет людей с самыми разными специальностями. И, может быть, не стоит уделять одну специальность единственную, которая является, ну, какой-то критерием, что ли, или фильтр, фильтрующим. Ну, то есть нельзя других считать сопутствующими. Да, все важны. Да, это однозначно. То есть вот то, что там историк может быть. Компетенция во цели. Ну, какая цель? Типа, чё? Компетенция военной деятельности. В зависимости. Соскания, трансляция, наследие. Имея вот эти вот базовые... Я Диснейланд же устраиваю. Ну, если нужно, возможно, когда-то и Диснейланд, если около. В общем, частично, не полностью. Ну, не знаю, мне кажется, что... Кто его знает, как повернёт. Может быть, то, что мы считаем основополагающим сейчас, там, в нашем будущем поколение будет. Нужно бы что-то другое. Ну, поэтому... Так, может, это просто музеями называют? Ну, они потом, может, не будут называть. Ну, так он скоро музей по-новому назовёт. Может быть, не стоит этого бояться? Конечно, ну, не знаю, мне уже не так страшно, как раньше. Ну, эту тему читала статью о том, что как раз-таки сейчас разделяют такие прям очень острые две модели музея. Это одна из более как раз-таки просветительская модель, в основном нашей модели, да? А другая — гидранистическая. Когда, по-моему, музей, ну, один из музеев как раз-таки в Германии, по-моему, в каком-то маленьком городке, где люди приходят именно исключительно для отдыха и для наслаждения. То есть и... Музея Чего? Не забыла, я могу прислать ссылку. Пришлю название и пришлю ссылку на этот музей. То есть там сделаны регулярные парки, там сделаны сообразные экспозиции. То есть именно важна и самая главная цель, которую ставит команда Зеленая ПТА, это рекреативная функция и, собственно, наслаждение. То есть отдых людей, отобщаться во что есть. Потом пришел и реваксировать. То есть вот такую модель сейчас развиваем. Ну, собственно, да. Наверное, присуща в этом музее данная какая-то функция, не знаю. В консерватории и на дискотеке музыку прокручивают. Но никогда не придут в голову дискотеку назвать консерваторией. Да. Поэтому все-таки разделять понятия очень конкретно надо. И значит мы можем… Да, сейчас культурология, скажем так, в связях с общественностью, в сфере культуры. В одном очередном пособии я видела, что сфера культуры на разные институты, а музыка относится к культурной жизни, притом в кучу свалено и современное, и запись, и филармонии, и там идёт полностью всё. Поэтому уже просто всё объединяет. А мы, кстати, с библиотеками, с юбилеями, с праздниками, с этнографическими ремесками. У нас есть комментарии. То, что я попросила Дашу. Она изучает дизайн экспозиции, сценографию. В общем, ответ про качественные критерии. Как некоторые из вас упомянули, критерий зависит от цели выставки. Со стороны структуры качества будут определять такие факторы. Контент, история, дизайн, маркетинг, программы. Этот список можно дополнить. Контент выставки и его построение в пространстве экспозиции. Это также может относиться к доступности информации, упомянутой одним из участников. То есть, понятно, развернута история, нарратив, месседж или не очень. Маркетинг, понятно. Программы возможны. Какие-то встречи или образовательные программы, которые поддерживают или раскрывают тему выставки, потенциально заинтересовывают разные группы посетителей в аспектах, связанных с выставкой. На стадии создания выставки важными факторами, конечно, является менеджмент всех отделов и участников создания выставки. После открытия выставки все критерии, которым следовали создатели, уже будут рассматриваться через опыт или, если можно так назвать, времяпрепровождение посетителей, visitor experience. Как-то так. Как в московских и петербургских музеях измеряют опыт посетителя. И еще можно говорить о дизайн-факторе. Ну вот. Здесь опять-таки идет о речи больше после открытия. Мы же не полностью согласны, как раз таки. После открытия возвратность посетителей и вообще посещание мост этой выставки опять-таки. Если мы делаем образовательную программу в рамках выставки, опять-таки посещание мост этой же программы и вовлеченность контекста выставки. То есть все равно здесь идут количественные показатели? Ну, возможно, нам стоит их как-то дополнить качеством более осознанно. Но, опять же, качество можно проверять, если мы сами чего-то... Ну, смотрите, качественные и количественные показатели они не могут рассматривать справедливо. Не могут. И они все равно взаимосвязаны. Поэтому просто должна быть какая-то нормальная пропорция качества и количества. Поэтому то, что там было написано, по-моему подходит. На сутки просто достаточно сложно реагировать. Трансляция, похоже, будет у меня на странице. А не во встрече. Во встрече я ее не вижу. Ну, все сохранится. Ну что, мне кажется, мы мощно посидели. Два часа. Это в два раза больше, чем в прошлый раз. Ну, как-то незаметно. Да. В приятной, хорошей компании. Тогда трансляцию я завершаю. Спасибо. Как! Продолжение следует...